Друзья, всем привет! Сегодня будет небольшое видео по работе с чатом ГПТ, который будет опрягаться на вашу персональную базу данных. Будем рассматривать в этом видео и этим способом небольшую базу данных. Если это видео наберет минимум 95 лайков, то я сделаю видео, где буду разбирать, как работать с большой базой данных и чатом ГПТ. Давайте приступим. Сначала мы смотрим вот эту библиотеку нашу. Я оставлю ссылочку в описании к видео. Здесь есть небольшой гайд по ее установке. Заходим в CMD и копируем ее, вставляем. У нас все проверяется, устанавливается и все. У меня это уже все скачано. Также тут есть небольшие примеры. Оно все это само скачается. Перейдем к коду. Здесь мы добавляем наш ключ из конфига. Ключ OpenAI. Здесь мы делаем нужные импорты, которые нам понадобятся. Здесь импорты нашей библиотеки. Здесь мы объявляем наш ключ для OpenAI. Здесь мы записываем наш вопрос для чата ГПТ. Значит, ну это просто небольшая программка, пара строк. Вот, поэтому здесь максимально все просто. Значит, здесь мы загружаем нашу дату. Наш текстовый файл со всей нужной информацией. Здесь уже мы, грубо говоря, подгружаем его и здесь обращаемся к нашему индексу, в котором мы все загрузили. И ищем в нем, грубо говоря, даем ГПТ возможность найти там ответ. Нет. Значит, в базе данных у меня есть три страйки и имя моего КТ здесь указано как Том. Давайте запустим, посмотрим, что выдаст ГПТ. Здесь он выдает Том. Все в порядке. Также мы можем попробовать другие вопросы. Например, когда я был у доктора. Все так попробуем. Указывает Friday. Давайте попробуем указать какой-то вопрос, на который он не должен знать ответ. Например, у нас указано имя кота. Давайте спросим имя моей собаки, например. Он говорит, что он не знает, потому что в базе данных мы не указывали эту информацию. Так, и давайте, например, спросим еще, что он знает о школе. Проверим. Спрашиваем. Запускаем. Вот, значит, он указывает, что он говорит, что он много знает. И также что-то добавляет от себя. Ну, как обычный вопрос для ГПТ. В принципе, тут базовая информация. Ничего здесь такого нету. Набираем лайки. Делаю ролик, где мы будем подгружать в базу данных с... Достаточно большую базу данных. То есть уже не три строки, да, там... А там тем способом можно брать базы данных, где несколько миллионов строк. Вот, поэтому набирайте лайки. И потом будем что-то смотреть, тестировать. Покажу вам второй способ. Всем спасибо за просмотр. Друзья, также помните, что вы можете заказать у меня любую программу, написав мне в Телеграме. Также подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Там я публикую все новости о своих проектах, о канале. И также иногда публикую голосование.